Под проливной дождь стойкие музыканты встречали каждого гостя соревнований лайф-карта 2015. Но развлекательная программа, как и сам марафон, должны были состояться во что бы то ни стало. Любительский картинг уже несколько раз отменяли из-за непогоды, но теперь участники попали по-настоящему в экстремальные условия. Прошел дождь, а самые интересные будут заезды, будет соревнование среди любителей. Все ребята водят автомобили, но показать здесь свое мастерство, я думаю, что будет достойно. Еще один формат того, что в Омске проходят абсолютно разные направления и, будем так говорить, креативная молодежь, где-то занимаются театралы, либо художники в своем месте. Здесь ребята, которые приехали себя попробовать в автомобильном виде спорта. Спортивная гоночная трасса длиной 980 метров. На ней вполне могли бы поставить рекорды профессиональные спортсмены, но сегодня тут правят любители. После квалификации в финал прошли по 12 человек из каждой категории, на которые разделили 80 участников состязаний. Было разделение на три весовые категории. Это до 70 килограмм, с 71 до 80 и с 81 до бесконечности. Девушки с парнями едут на одинаковых условиях. В дождь на мокрой трассе скорость не имеет значения, а победить можно лишь в тактической борьбе. Поэтому при прохождении петель и поворотов участники не спешили, а старались сосредоточиться на правильной траектории. Другим секретом объезжать лужи и не давить на тормоз резко поделился победитель в одном из классов. Сколько раз ездил, то есть ни разу не было дождя. Наоборот, интересно, ждал его с самого утра, думал, когда же будет дождь. Вот, наконец, интересно покатались. Совсем другие ощущения, не так, как по асфальту. По асфальту уже надоело, привычно уже, ничего нового. Тут достаточно много сейчас каких-то новшеств, но по-другому трассу надо проезжать. Ну, то есть, достаточно интересно. Во второй шестерке финалистов стартовали и любительницы скоростей. В этих неординарных условиях картингистки также показывали чудеса вождения, отрываясь лишь на вальс. Так профессионалы называют кружение на мокрой трассе. Я катаюсь на картинге второй раз в жизни. Первый раз было это вчера. Конечно, очень интересно. Заносит, разворачивает. Эмоции, адреналин. Ну, вообще классно. Особенно, кто любит скорость. Я любитель скорости. Это вообще здорово. Судьей соревнований был пятикратный чемпион России по кольцевым гонкам Михаил Грачев, начинавший с картинга свои занятия автоспортом. Он же помогал участникам на трассе и определял чемпионов. Абсолютным победителями турнира «Лайфкар-2015» в личном зачете стали Сергей Советников, Евгений Шантаренко и Роман Батардинов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова